Ну что, друзья, немного о ферментах, PH и всякой другой херни, ненужной в пивоварении. Так что же такое ферменты и зачем они нужны в пивоварении? Ну, это такие белки, скорее белковые системы такие, объяснил, да, белковые системы. Ну да, белковой природы такие, будем называть белки. Короче, это такие белки небольшие, маленькие белки, которые ускоряют все процессы в субстрате. Одна молекула бета-амилазы или альфа-амилазы, без разницы, обрабатывает миллионы-миллионы молекул глюкозы, то есть разрубает. Поэтому это очень-очень нужная и важная вещь. И они очень-очень зависят от температуры, первая, и от PH. Вот возьмем, например, фермент липоксигеназа. Это такой фермент, который расщепляет жиры. В зерне, в ячмене, в солоде есть немножко жира, совсем чуть-чуть. И липоксигеназа, она его расщепляет на разные там жирные кислоты. И вот у нее оптимум, то есть не оптимум, она может работать от 35 градусов до 65 градусов температуры, она может работать. У нее такая фаза работы, то есть на 35 немножко может работать. И вот оптимум работы где-то там 45-55 градусов, это ее идеальная оптимум работы. И PH у нее где-то 6,5-7. Это вот идеальная для нее работа. Но она для пива очень вредная. Она там выделяет вот эти вот жирные кислоты, которые потом трансформируются в транс-2-но-нониаль, вот так, да. Который придает запах мокрого картона, бумаги, очень неприятный в пиве. Поэтому действие липоксигеназы нам надо убрать. То есть это делать или температурой, то есть начинать затирание с 65 градусов, когда она уже деактивирована, или понижать PH меньше 5,1. Тогда она практически, ее действие равно нулю. То есть при любой температуре, если PH будет меньше 5,1, она не работает. И так каждый фермент. То есть если для фермента не оптимальный PH, он очень слабо работает или вообще не работает. И также температура. Или работает в своей температуре, или еще не работает, если маленькая температура, или уже не работает, деактивируется, если большая температура. Так что, если интересно, давайте рассмотрим, какие ферменты существуют в пивоварении, важные. Коих, как известно, существует ровно 5. Их, конечно, больше, но важных для пивоварения. Нужных, ненужных мы разберемся, а важных примерно 17. Но не пугайтесь, сейчас все расскажу. Ну что, друзья, вот такая у нас табличка по ферментам. Разбита на 4 позиты. Это цитолиз, то есть разрушение клеточных оболочек, протеолиз, разрушение белковых всех веществ, амилолиз, это разрушение крахмалистых веществ и прочие ферменты для пива. Липаза, липоксиеназа, полифенолоксидаза, пероксидаза, фосфатаза. Вот, не пугайтесь, пройдемся сначала по этим всем ферментам, потом я расскажу, какие нужны, какие не нужны. Там, в принципе, в принципе, все очень просто в конце. По цитолизу, как я вам показывал в видео про проращивание солода, вот эти глюкановые мешочки, оболочки, в которых находится крахмал, вот, это оно состоит из бета-глюкана. И вот эти ферменты, они его разрушают. Если солод не полностью разрушен, не полностью растворен или присутствует не соложенно, или, например, пшеничный солод, там очень в среднем состоянии находится разрушенный глюкан. Поэтому делаются иногда вот глюкановые цитолитические паузы. Вот эти два фермента, они работают у нас по мелким кускам глюкана, разрывая его уже на такие маленькие кусочки, вот салабиоза, ламинорбиоза, это уже такие полисахаридные кусочки, небольшие. А вот эта эндобета-глюканаза, она их уже дробит на глюкозу. И когда вот эти вот ферменты у нас проработают на низких температурах, вот, у нас получается в результате глюкоза, увеличивается сбраживаемость. Можно пользоваться этим, можно не пользоваться. Протеолиз, это разрушение белков. Белки у нас важная составляющая часть пива, они нужны для, как для питания дрожжей, это свободные аминокислоты, аминные остатки от белков. И средние куски белка очень важны для стабильности пены. То есть белки, протеины, вот эти вот, они разрушаются вот этими ферментами на мелкие куски пептиды, и те в свою очередь разрушаются на более мелкие куски свободной аминокислоты. И вот видно, что все протеолитические белковые паузы идут на температуре 45-50 градусов в основном, но pH у них у всех разный. То есть если эндопибдидаза и карбоксидаза, язык поломаешь, работают вот в этих диапазонах pH в приемлемом для нас диапазоне, то аминопибдаза, депептидаза 7 и 8, то есть она практически не работает. Следующий идет амилолиз, то есть работают у нас альфа-амилаза, бета-амилаза. Вот эти ферменты считаются самыми главными в пивоварении, они разрушают, гидролизуют крахмал на сбраживаемые сахара, которые нам нужны для питания дрожжей и производства спирта. Ну, как мы знаем, крахмал это полисахарид, состоящий цепочками из вот таких вот моносахаридов, одного из моносахаридов глюкозы, состоит из амилозы, вот такая длинная цепочка без разветвлений и амилопектина. Амилопектина находится 70% где-то примерно в крахмале, ну, соответственно, примерно 30% амилозы. Ну, соответственно, я вот так красивенько нарисовал это молекулы глюкозы в цепочке, соединенные гликозидной, такой называется альфа-1,4 гликозидная связь. Это вот это. А в местах разветвления альфа-1,6 гликозидная связь. Херня полная. Ну, для понимания как бы надо. Наша альфа-амилаза, она рубит полностью, вот эти вот гидролизует, гидролиз идет в воде, то есть разрывание вот этих цепочек полимеров идет в абсолютно случайном месте. Где ударит, там и разрубит. Здесь, здесь, здесь. То есть рубит на неровные куски декстрины. А там подхватывается уже наша бета-амилаза. Вот бета-амилаза, она избирательна. Она может откусить, ну, ротик у нее такой маленький, только две молекулы. Только две молекулы. а две молекулы гликозы, это у нас мальтоза. И вот эти вот куски, чем чем больше альфа-амилаза у нас порубит кусков средних, тем больше бета-амилаза сможет отщипнуть мальтозных кусочков. Но ни та, ни другая не может разрубить вот эти вот 1,6 связи. Вот этот вот тройной декстрин, он остается не разрубленным. А дрожжи вот такой вот дрянь не едят. Они едят одну молекулу, глюкозу они едят, двойную молекулу они едят. Ну, некоторые штаммы едят, конечно, там еще три сахариды, там мальтатриозу такую. Вот. Но вот такой с 1,6 гликозидной связью не едят. Но у нас есть предельная декстриназа и если ее задействовать, вот предельная декстриназа работает еще и по 1,6 гликозидным связям, разрубая ее на отдельные молекулы глюкозы. То есть у нас сбраживаемость получится больше. Первое идет бета-амилаза 60-65, оптимальная температура и оптимальный pH для нее 5,4-5,6. Потом идет альфа-амилаза повыше температура, ну и немножечко выше pH. Мальтаза идет при белковой паузе, pH у нее шестерочка, но она не в большой степени влияет. Она работает тогда еще, когда крахмал не клистеризовался и практически не с чего делать. Практически нету мальтозы в заторе и не с чего, не на чем работать этой мальтазе. Предельная декстриназа может поработать, конечно, но тоже температура слишком низкая для работы над декстринами. Их еще нету. Декстрины получаются при работе альфа-амилазы. А альфа-амилаза начинает с 65 работать. То есть у нас мальтаза и предельная декстриназа практически выключаются из работы. Естественно, самое главное у нас в амилолизе, то есть в отсахаривании, это получается альфа-амилаза и бета-амилаза. Авторостепенные предельная декстриназа и мальтаза. Они сложно работают. Не так много от них продуктов расщепления. Мальтаза, кстати, она просто разрубает нашу мальтозу на два фрагмента глюкозы. То есть получаются совсем идеальные. Для дрожжей самая легкая еда это глюкоза. Вот одна молекула, они ее сжирают моментально просто. Они разбраживаются. То есть при первом разбраживании, при первом, скажем так, просыпании дрожжей, они первым делом жрут глюкозу. Самый легко усвояемый сахар, самый вкусный, самый быстрый. Вот это быстрое брожение, начало брожения, это все глюкоза. И мальтозу они, конечно, хорошо очень жрут. И потом уже доедают потихонечку. У них там есть ферменты. Та же мальтаза находится у дрожжей. Они ее разрубают. Мальтозу на два кусочка глюкозы и сжирают. Глюкозу просто так сжирают, а мальтозу, получается, они ее ферментируют своим ферментом мальтазой, разрубают и тоже закидывают. Ну и прочие ферменты, липаза, липоксигеназа, это ферменты, которые разрушают жиры. Они для пивоварения очень вредны и не нужны. По идее, уже при солодорощении они должны как бы разрушаться, деактивироваться. Но они попадают в солод и часть их еще работает. Тоже вот при белковой паузе 45-55. Но у нее пиаш оптимальный 6-5-7. Поэтому надо занижать. Как я уже говорил, на 5-1, например, она не работает вообще. Липаза 55-65. Как раз осахаривание идет, когда у нас бета-амилаза работает. Но тоже 6,8-7 получается пиаш. Поэтому надо пиаш, конечно, занижать, чтобы она... Вот эти две штучки не работали как следует. Полифенолоксидаза тоже окисляет полифенолы. Получаются окисленные полифенолы. Очень неприятная вещь. Работает тоже при амилолизе, когда амилазы уже работают. Тоже PH для оптимальной работы высокий. Поэтому низкий PH где-то 5-2, 5-3 благоприятно действует, чтобы этот фермент не работал. Пероксидаза тоже свободные радикалы, которые там не нужны абсолютно в пиве. Фосфатаза работает с фитинами солода. Когда фитины выделяются, фосфатаза расщепляет, получается, фосфорные кислоты, которые понижают PH. Поэтому при этой температуре PH оптимальный, 5-ка. И она, эти фосфатаза, благодаря ей понижается PH затора. Поэтому, судя по этой таблице, можно определить, что оптимальный PH для нашего затора, для работы нужных нам ферментов, лежит в районе 5-2, 5-4, чтобы оптимально приблизить PH работы вот амилазы, бета и альфа-амилазы. Вот эти вот значения приблизить. И в то же время, цитолиз тоже хорошо прошел ближе к пятерочке. То есть, ну, более-менее ферменты работают на полную катушку. Вот, и белки расщепляются, то же самое. Вот 5-5, 5-6, то есть, в этих параметрах получается, что у нас оптимальный PH для работы ферментов ацитолитических, протолитических, амилолитических в среднем где-то составляет 5-2, 5-4 PH. Вот этот фермент бета-глюкан-солюбилаза, тоже она при осахаривании работает, когда амилазы работают. Вот, но она расщепляет большой бета-глюкан на растворимый бета-глюкан. То есть, она большие куски оболочек, в которых содержится крахмал, она разделяет его на мелкие. Но вот эти мелкие глюканы, они могут создавать при быстрых движениях насоса такие бахромчатые мицеллы, которые превращаются, скажем так, в гель. И сусло может стать очень густым и будет очень нехорошая, плохая фильтрация. Поэтому вот этот бета-глюкан-солюбилаза надо тоже нам деактивировать, но у нее PH 6,8, поэтому пониженный PH в 5,2 хорошо как бы ее, скажем так, блокирует. Поэтому вот это мы убираем ненужную. Бета-глюкан-солюбилазу вот так убираем. Вот эти штучки у нас работают. Это нужные ферменты. Тут получается, что эндопептидаза и карбоксипидаза у нас работают в полной мере. Это хорошо, но выключаются вот эти вот аминопептидаза и депептидаза. Но в принципе они не так сильно влияют на ход процесса. Вот этих двух ферментов нам хватает. Из этих ферментов самые главные альфа и бета-амилаза. Мальтаза у нас не работает и предельная дегстриназа у нас тоже не работает практически, потому что для них еще не готов порубленный крахмал. Не готовы дегстрины для работы. Поэтому они тоже вот так выключаются. липаза, липоксигеназа, фенолоксидаза, пероксидаза, фиг вы говоришь, зараза. Вот так тоже выключаются. Поэтому из этих всех ферментов у нас получается работают 3, 5, 7, 8 ферментов. Резюмируем. Если вы используете домашний солод собственного приготовления, ну отечественный солод непонятного качества, используете несоложенные материалы кукурузу, ячмень, рис. Добавляйте там сахар или мед для увеличения плотности, а всех микроэлементов не хватает дрожжам для хорошего брожения. Поэтому надо использовать цитолитические паузы, протеолитические перед осахариванием. И для этого, то есть глюкан надо расщепить, чтобы оболочка крахмала распалась, получилось больше сахаров, высвободилось, высвободилось, высвободилось больше крахмала. Потом пептидные паузы провести, чтобы белок хорошо распался, чтобы было достаточно аминного азота для питания дрожжей и было средних, скажем так, цепочек этих пептидов для образования пены. ну и осахаривание. Осахаривание. Тут получается 45-50 градусов для этой паузы пептиды то же самое 45-50 осахаривание. Осахаривание естественно от 63 до 73. Тут пиаш пиаш получается оптимальное 4-5 где-то 4-8 тут у белковых получается 4-5 грубо говоря 5-5 ну и туда оптимально 5-4 что-то уже пальцы стали и 5-6 поэтому надо делать для общего комплекса затирания с глюкановым пептидовыми осахаривающими паузами надо делать средний пиаш пиаш в районе 5-2 где-то 5-4 в этих районах надо делать пиаш для полного комплекса недостаточно растворенного солода с добавлением несоложенки пшеничного пива ну и добавление большого количества сахара меда и так далее ну а для тех кто пользуется очень хорошим солодом отличным немецким бельгийским финским там у которого мелодическая активность очень хорошая у которого растворение там крахмала и глюканов на очень высоком уровне экстрактивность там 83% то есть там уже глюканы практически все распались там крахмал практически уже весь готов к осахариванию белки тоже на очень хорошем уровне расщеплены на все фракции то есть все идеально готово просто к осахариванию и будет и питание дрожжам и пена хорошая и высокий выход экстракта поэтому нам надо только осахаривание и все осахаривание он у нас проходит на 63% это самая оптимальная температура для выхода самого большого количества сахаров то есть сбраживаемых сахаров мальтоза глюкоза самая оптимальная температура это будет самое алкоголистое самое сухое пиво и 75% это будет самое декстриновое самое такое плотное и полнотелое пиво и пиаш для альфа амилазы и бета амилазы пиаш оптимален для этих ферментов в среднем 5-4 5-6 поэтому для отличного солода для обычного осахаривания нужно играться с вот этими паузами и делать вот такой пиаш для оптимальной работы этих ферментов все больше ничего даже париться не надо хотите более сбраживаемое более сухое пить питьевое такое пиво начинайте от 63 и чем больше температуру вы для сахаривания ставите тем более полнотелым и менее сбраживаемым оно будет поэтому можно играться только 63 там 65 делать там или там 68 температуру играться с этой температурой достаточно выдерживать минут 40 50 час на этой паузе фильтровать бродить и все будет отлично ну как-то в общем так о ферментах пиаш и всякой другой херни поэтому делайте хорошее пиво наслаждайтесь все все будет отлично Редактор субтитров А.Семкин